МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему жители Лакинска готовы бежать из новостройки? Сколько зарабатывает руководитель главного музея области? И сколько населенных пунктов в этом году получит долгожданный газ? В эфире новости на 6-м канале, студия Евгений Павлов. Здравствуйте. Вакцина «Спутник Ви» показала высокую защиту против омикронштамма. Это данные итальянских специалистов. Результаты были опубликованы в известном медицинском журнале. Медики рекомендуют вакцинироваться и ревакцинироваться вовремя, потому что непонятно, когда нас настигнет очередная волна коронавируса. Подробную коронавирусную статистику по Владимирской области смотрите далее. За последние сутки во Владимирской области выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 8 человек, что на 12 меньше, чем днём ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 151 539. В лидерах по приросту Владимира Ковров по 8 заболевших за сутки. На втором месте расположились Гусь-Хрустальный и Муромские районы по 7 новых случаев ковида. Замыкают тройку Александровский, Юрьевпольский, Визняковский и Меленковский районы. Там выявлено по 3 случая заражения. За сутки в регионе, как и днём ранее, зафиксировали одну смерть от коронавируса. Общее количество погибших за всё время пандемии – 3461. Число выздоровевших за сутки – 157. Всего болезнь победили 147 338 жителей области. Трагедия в Собинском районе. На пожаре в жилом доме погиб мужчина 1958 года рождения. Что могло стать причиной возгорания? Пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины. Трагедия произошла в посёлке Ставрово Собинского района. Сигнал о возгорании поступил спасателям во вторник вечером. На месте пожарной обнаружили, что горит дом. Огнеборцам пришлось тушить пламя на площади 250 квадратных метров. Как установили дознаватели, в доме из 9 квартир жилыми были лишь 3. На момент пожара в доме находились 3 человека. Двое успели покинуть загоревшееся здание. Тело ещё одного мужчины 1958 года рождения спасатели обнаружили во время тушения пожара. По предварительной версии причиной послужила неисправность проводки или электрооборудования. На пожар привлекались 8 единиц техники и 25 человек. В городе Гусюрстальном рано утром в среду загорелся многоквартирный жилой дом. В подъезде пожарной обнаружили задымление. Площадь возгорания оказалась сравнительно небольшой – 2 квадратных метра. В результате пожара пострадало имущество в подъезде дома. Сотрудники МЧС России эвакуировали с места пожара 10 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекались 5 единиц техники и 19 человек. По предварительной версии дознавателей, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Сколько зарабатывает нынешний руководитель главного музея области? Ответ на этот вопрос стал известен после публикации сводной декларации о доходах руководителей госучреждений культуры на сайте Минкульта. Как оказалось, относительно прежнего гендиректора Владимира Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, доход Сергея Рыбакова за 2021 год совсем небольшой. Всего почти 4 миллиона 900 тысяч рублей. Сколько же заработала Мельникова? Все подробности далее. За 2021 год доход исполняющего обязанности генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника составил свыше 4 миллионов 800 тысяч рублей. Путём нехитрых вычислений можно понять, что в среднем за месяц Сергей Рыбаков зарабатывал почти по 408 тысяч рублей. Или примерно по 13,5 тысяч за один календарный день. Такие выводы можно сделать из сводной декларации о доходах руководителей государственных учреждений культуры. Документ опубликован на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Правда, руководитель главного музея области далеко не самый обеспеченный. Например, его предшественница, ныне гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, задекларировала за 2021 год доход более чем в 39 миллионов рублей. То есть в среднем Светлана Мельникова только за один календарный день прошлого года зарабатывала примерно по 107 тысяч рублей, что в 8 раз больше, чем у Сергея Рыбакова. Из декларации о доходах можно сделать выводы и о собственности исполняющего обязанности гендиректора Владимира Судольского музея-заповедника. В собственности у Сергея Рыбакова находится автомобиль Volkswagen Touareg. Также ему принадлежит жилой дом площадью примерно в 393 квадратных метра и 20 соток земельного участка. Кроме этого, в совместной собственности руководителя главного музея области и его супруги находится еще одна квартира площадью примерно в 115 квадратных метров. Причем жена Рыбакова задекларировала нулевой доход. Регулярные засоры и порывы труб. Жители Лакинска готовы бежать из новостройки. Проблемы с жильем новоселы готовы решать в судебном порядке. Подробности в нашем следующем материале. А вот это вот что такое? Вот стоит тройник. Почему-то открытый. И из него льется все говно. Очередной порыв труб. Вода льется в подвал. Жители дома 10Б на улице 21-го партсъезда жалуются на регулярные засоры. Напомним, ранее мы уже сообщали о коммунальном беспределе в Лакинске. Проблемы тянутся на протяжении трех лет с момента сдачи дома. Фонтан из фекалий периодически открывается из унитаза и даже в ванной. В квартирах сырость и плесень. Жилье муниципальное предоставлялось, например, переселенцам из аварийного фонда. А Наида Мамотько сбежала из новостройки на съемную квартиру. Там уже зарой не позволяет убираться. Вызывали независимого эксперта, сделали экспертизу и ждем теперь результат. Результат будет готов. Поеду за актом. Все это заберу у него и буду подавать в суд. К приезду нашей съемочной группы около трех недель назад подвал в доме был затоплен. Сейчас болото из фекалий осушили. Впрочем, недавно канализация снова забилась. Засор устраняли, по словам жителей, целых пять дней. Нам прислали видео, на котором коммунальщики чистят канализацию. Без крепкого словца не обошлось. Погоди, погоди, погоди. Дай я залезу. Тут сливает. Погоди. Друзья, а я сейчас туда полезу? По словам в Рио главы администрации Лакинска, которая в курсе ситуации, жильцы якобы сбрасывали в унитаз кошачий наполнитель. Были очень сильно забиты, предположительно, кошачьим туалетом. Они были очень сильно забиты. И почему-то вот именно этот участок канализации, который вот от этих квартир, от 36, 37, 38. В том, что жильцы сами забивают канализацию, управленцы и представители власти обвиняли их еще во время съемок предыдущего сюжета. Тогда люди заявляли, что вода плохо уходила с момента заселения в квартиры. А наполнителем для кошачьих туалетов они, дескать, не пользуются. А вы принесите, покажите. Вот, кошачий наполнитель. А где вы хотите сказать, у кого кошачий наполнитель? Я не знаю. В 38-й квартире две кошки есть. Но там пустые лотки, вы понимаете? Они не пользуются. Я не знаю, чей. Я не показываю пальцы. За последние полгода такие потопы случались уже шесть раз, жалуются жители. У людей испортилась мебель, вздулся линолеум, а ковры на полу сменили тряпки и полотенца. Жаловались жители и на сбои в работе системы вентиляции. В результате в квартирах сырость и плесень. Представитель застройщика посоветовал лучше проветривать. Он, как говорится, должен год сохнуть после этого. Для того, чтобы он сох, надо обязательно, чтобы жильцы открывали окна. Проветривать. Если это не делать, будет заводиться грибок. Если окошки не открывать, то вентиляция начинает работать в обратную сторону. У них принцип такой просто. Раньше были окна, когда были деревянные, в них были немножко щелочки, все прочее хватало из щелей воздуха, чтобы он выходил наружу. У прокуратуры на этот счет другое мнение. После выхода нашего репортажа в ситуацию вмешались надзорные органы. Они провели проверку и зафиксировали сбой в работе вентиляции. Только ответственность за это будет нести уже не застройщик, а управляющая компания доверия, которая обслуживает дом. В ходе проверки выявлено два типа нарушений. Во-первых, установлены факты недостаточного воздухобмена, то есть плохой работы вентиляции. И второе, это зафиксированы факты подтопления подвальных помещений. По результатам проверки в Собинской международной прокуратуре в адрес ОУК доверия внесено представление об осторонении нарушений закона. Как говорят жители, пока выявленные нарушения не устранены. Семья Найды Мамотика будет добиваться другой квартиры через суд. Мы проследим за развитием этой истории. Евгений Павлов, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Во Владимире сотрудники полиции задержали мошенника, обманувшего 97-летнюю жительницу города. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что нашла в почтовом ящике листовку, где предлагались услуги по ремонту телефонов и компьютерной техники. Пенсионерка позвонила по номеру и вызвала мастера для восстановления яркости на кнопочном телефоне. Молодой человек решил заработать на пожилой женщине и сообщил, что на мобильном устройстве более 60 вирусов, которые срочно нужно удалять. Каждый обойдется в 250 рублей. Поверив словам визитера, пенсионерка отдала в общей сложности 14 тысяч рублей. Горе мошенника поймали. Им оказался 25-летний местный житель. На него возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Часть денег у него изъяли. Он находится под подпиской о невыезде. Во Владимире прошел рейд по проверке соблюдения водителями правил перевозки детей. Более сотни машин проверили сотрудники госавтоинспекции рядом с тремя детскими садами. 12 автомобилистов привлекли к административной ответственности. Родители перевозили детей на заднем сидении не пристегнутыми ремнем безопасности или без детских удерживающих устройств. В ГИБДД отмечают, за последние 4 месяца с участием детей-пассажиров произошло 23 автоаварии, в которых 29 детей получили ранения и четверо погибли. В четырех случаях детей перевозили без использования средств в пассивной безопасности. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей. В июле должно завершиться благоустройство Фотяновского парка в Вязниках. Такую задачу в Рио губернатор Авдеев поставил перед строителями во время рабочей поездки. Масштабная реконструкция этого общественного пространства началась благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта выделены федеральные средства 70 миллионов рублей и почти 29 миллионов рублей из регионального бюджета. Парк должны были благоустроить к декабрю прошлого года, но рабочие столкнулись с большими трудностями. На сегодняшний день работа закончена на 90%. 26 мая во Владимирской области будет дан старт реализации проекта «За дружным столом». Его главная цель – укрепление межнационального сотрудничества. В его рамках в 2022 году будет проведено 10 мастер-классов от профессиональных поваров и любителей кулинарии по приготовлению блюд национальных кухонь народов, проживающих в нашей области. Участники проекта также расскажут о кулинарной культуре того или иного народа. Кулинарные мастер-классы будут проводиться с мая по декабрь 2022 года в тесном взаимодействии с Ассамблеей народов Владимирской области. Первый мастер-класс проекта «За дружным столом», посвященный приготовлению блюд русской современной кухни, состоится 26 мая во Владимире. В День славянской культуры и письменности по Владимиру проехался литературный троллейбус. Такая акция входит в программу областного фестиваля книги и чтения «Открытая книга». Все желающие могли поучаствовать в историко-литературной экскурсии, конкурсах и викторинах, насладиться чтением стихов и прозы, узнать о книжных новинках и культурных событиях. В чем трудности до газификации? Кто в должниках за поставленное голубое топливо? И какие районы пока в отстающих? Генеральный директор газораспределительной компании Алексей Конышев прокомментировал газовые вопросы региона. Подробности в материале Маргариты Махровой. В этом году создать условия для подключения к газу планируют для 5949 домовладений, 20 котельных, 49 населенных пунктов Владимирской области. Пока в числе отстающих по газификации населенные пункты в Киржачском, Александровском, Судогодском районах. Населенные пункты у нас уже практически все с газом. Сейчас работа ведется по подводу строительства межпоселковых газопроводок в более мелких населенных пунктах. Соответственно, строительство распредсетей в них. Один из самых актуальных вопросов – до газификации. Это когда газ бесплатно подводят до границ конкретного земельного участка, если населенный пункт уже был газифицирован ранее. Для этого нужно написать заявление и предоставить компании пакет документов. До газификации по статистике подлежат более 28 тысяч частных домовладений области. От граждан поступило почти 13 тысяч заявлений на бесплатное подведение газовых сетей. Однако принимаются не все из них. У кого-то из обратившихся недостаточно документов. Кто-то просит газифицировать пустой участок без построек. Спорные ситуации возникают при подключении новых потребителей к сетям основных абонентов, которые являются собственниками участков газопровода. Некоторые собственники возмущаются. Дескать, строили за свои деньги, а теперь подключаются бесплатно. Алексей Конышев поясняет, для граждан, которые подают заявку и заключают с компанией договор, никакой платы для подведения газа к участку не предусмотрено. В компании сейчас на рассмотрении 444 проблемных заявления. Из них 245 заявлений, которые, в общем-то, также пытаются с нами согласовать за деньги администрация Судогодского района. Такой уникальный случай, когда администрация муниципального образования считает, что за подключение к сетям муниципального образования мы, как гостинализация, должны производить определенные выплаты, которые там они рассчитывают. Но сейчас это вопрос, такой проблемный вопрос на территории всей страны. Тем не менее, у каждого свои уникальные ситуации. Так что мы ожидаем по одному решению суда. По остальным ждем решения на федеральном уровне, какое будет принято, каким образом производить взаимодействие в дальнейшем. И о долгах за газ. По данным компании, дебиторская задолженность у клиентов области сейчас 2 миллиарда 967 миллионов рублей. Это на 108 миллионов меньше, чем в прошлом году. Если говорить о промышленных предприятиях, то к началу месяца сумма долга этой категории 235,3 миллиона рублей. Из них 100 миллионов долг предприятий банкротов. Напомнил Алексей Конышев и о крайней мере ограничения поставки газа должникам. Муром тепловоз, небольшую полосу такую, за что в прошлый год рассчитывали все исправно. Но на начало этого года образовался долг почти 10 миллионов рублей. Подача газа там пристановлена. Хотя летом они не потребляют. Но надеемся, по истечении ближайшего времени они с нами рассчитаются. А вот население области за газ старается платить исправно. По сравнению с прошлым годом почти на миллион удалось сократить просроченную дебиторскую задолженность. Сейчас она составляет почти 135 миллионов рублей. Маргарита Махрова, Ангелина Насадова, 6 канал. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте 6tv.ru и в социальных сетях. Есть интересная информация, звоните 36 66 66. Наши корреспонденты обязательно вам помогут. А я, Евгений Павлов, прощаюсь с вами. Оставайтесь на 6 канале. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова